Как найти самую неконкурентную нишу? С таким вопросом чаще всего обращаются к наставнику и коучу Маргулану Сисенбаю начинающие бизнесмены. И ответом на этот вопрос он считает, нет такой ниши. В каждой есть конкуренция. Выбирать бизнес-идею нужно иначе. Давайте вместе рассмотрим советы Маргулана. Первый шаг. Задайте себе вопрос. Новый бизнес пересекается с тем, что я люблю. Если ваш ответ – да, то это верный шаг. Молодым предпринимателям Маргулан рекомендует заниматься тем, что действительно нравится. Бизнес должен приносить радость и быть близок по теме. Чтобы занять свое место среди конкурентов, необходимо понимание темы и вовлеченность. Иначе вы рискуете потратить время на скучное и далекое от вас дело. Второй шаг. Маргулан подчеркивает, что всегда нужно начинать с себя. Обратите внимание на свои лучшие качества. Посмотрите, в чем вы сильны. Что у вас хорошо получается? Используйте сильные стороны, чтобы перекрыть слабые. Такие же наставления можно встретить в книге Суньцзы «Искусство войны» и в кодексе Самурая Бусидо «Путь воина». Третий шаг. Хорошее начало бизнеса – это всегда компромисс между личными предпочтениями и рынком. Выберите 5 самых перспективных и больших ниш. Они должны перекликаться с вашими интересами, сильными сторонами и подходить под ваши цели. Чтобы выбрать самые выгодные направления, проведите исследования и соберите статистику рынка. Четвертый шаг. Изучите потребности и конкретные боли каждой ниши. Учитывая ваши сильные стороны и знания, как вы можете удовлетворить эти боли? За счет какого товара или услуги? Ответив на эти вопросы, вы сможете создать свое уникальное предложение. Теперь выберите нишу с получившимся самым полезным продуктом для аудитории. Пятый шаг. Когда все эти моменты учтены, вот тогда можно настраивать маркетинг, писать воронки продаж, настраивать рекламу и готовиться к потоку клиентов. Подписывайтесь на наш канал, чтобы вести свой бизнес правильно. Получайте самые лучшие и полезные советы успешных спикеров. Если этот видеоролик был вам полезен, поставьте нам лайк. В комментариях поделитесь, какой бизнес лучше всего подошел бы вам по советам Маргулана. Если уже есть опыт открытия бизнеса, то какую нишу вы выбрали? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!